Hello, тема сегодняшнего занятия Murphy Unit 42. Passive 1, это значит страдательный залог. Is done, was done. То есть, is done сделано сейчас, причем этот домик, он построенный кем-то, он не может сам строиться по себе, он не живое существо. This house was built in 1935. Домик был кем-то построен в 1935. Was built in the passive. Passive – это страдательный залог по-русски. Следующее, compare active and passive. Somebody built this house in 1935. Active – это главное. Почему? Потому что somebody, кто-то его строил. А домик, он не может быть построен сам по себе. Не вздумайте сказать, the house built himself. Дом само обстроился. Это слишком круто. This house was built in 1935. То есть, домик был построен в 1935. И активный, и passive, и то-е-то нормальное выражение. Ну, насчет неживых структур лучше говорить через passive. We can use an active verb where we say what the subject does. Мы используем активный глагол, в смысле, действительный залог, когда знаем, что субъект делает. My grandfather was a builder. He built this house in 1935. Мой дед был строителем. Он построил дом в 1935. То есть, это активный способ, потому что build – это активность. Кто? Он. Он является строителем. It's a big company. It employs 200 people. Это большая компания. Она трудоустроила две сотни людей. When we use a passive verb, we say what happens to the subject. Когда используем passive, мы говорим, что случается с субъектом. This house is quite old and it was built in 1935. Домик довольно старый. Его построили в 1935. То есть, кто? И был построен, was built. О, даже по-русски в соответствии. Two hundred people are employed by the company. Две сотни людей трудоустроены этой компанией. B. When we use the passive, who or what causes the action is often unknown or unimportant. Когда используем passive, тот, кто либо что вызывает действия, довольно часто неизвестный или вообще неважно. A lot of money was thrown in the robbery. Да, много денег украли. Ну, кто конкретно, не ясно. Еще не разобрались. Somebody stole it, but we don't know who. Да, кто-то украл, но кто конкретно, еще не доработали. Is this room cleaned every day? Смотрите, уборщики довольно неважные люди по жизни. Ну, это же не виплица. То есть, кто чистит, без разницы. Это как винтик. Человек, который выполняет рутинную работу. If you want to say who does what cause the action, we use by. Когда мы уточниваем, кем было сделано это действие, мы используем by. Это предлог выражает авторство. This house was built by my grandfather. Дом был построен моим дедом. 200 people I employed by the company. Две сотни людей трудоустроены этой компанией. На слово «бай» я делаю нажим, чтобы был смысл. Ведь по-русски можно сказать «казнить нельзя помиловать» или «помиловать нельзя казнить». Видите, прыгает смысл. Язык должен быть точный, как английский и русский, чтобы не было некачественных переводов. The passive is be, извоз. Plus pass participle. То есть, done, clean, seen. Что такое done? Done – это третья колонка в неправильных глаголах. То есть, do – делать сейчас. Did – делать в прошлом, но криво. А done – это почти perfect. То есть, сделать по-человечески. Cleaned – это clean. Чистить – это правильный глагол. Поэтому сзади дописывается и D – это во второй форме. И clean, done. А seen – это от чего? Отвидеть. See, so see. Вы учите. Be done – это быть сделанным. Be cleaned – быть почищенным. Be damaged – быть поврежденным. Be built – быть построенным. Be seen – быть увиденным. For regular pass participle done – sin – no see appendix one. Сзади этой книжки есть приложения с неправильными глаголами. Study active and passive forms of present simple and pass simple. Сравните активные пассивные формы present simple – это present indefinite. Настоящее неопределённое. Или past simple – также называется past indefinite. Ну и для особых мудркиндов прошлое неопределённое. Present simple – clean, cease. Окончание сына – он, он, ну и она. Т.е. somebody cleansed this room every day. В пассиве. Am – это по отношению ко мне. Т.е. я говорю I am washed. Ну допустим, кто-то меня вводит и я пассивна. Следующее. Is – это... Можем сказать так. He is shaved. Он бреется, т.е. его кто-то бреет. Допустим, обслуга. А – это... Сейчас. We are seen. Все нас видят, потому что мы довольно известны. This room is cleaned every day. Эту комнату все чистят каждый день. Many accidents are crossed by careless drive. Много инцидентов случаются по вине безответственного вождения. I am not fully invited to parties. Меня не часто приглашают в... Т.е. на вечеринке. Нельзя же без приглашения. Это не от меня зависит. Поэтому страдательный залог. How is this word pronounced? Как произносится это слово? Слово – оно неживое в полном понимании. Т.е. его произносят другие люди. Поэтому используется пассив. Past simple. Active clean solo. Понятно, что это вторая форма вл. А somebody clean this room yesterday. Кто-то вчера убирал эту комнату. Это актив. Passive was where? Clean sim. This room was. Почему? Because комната одна была почищена. А зачем where? Where – когда много. То есть... These rooms. Эти комнаты. Where – потому что много. Clean yesterday. Остальная структура не меняется. We were walking up by loud noise during the night. Мы были размножены громкой музыкой во время ночи. А мы не хотели, но музыка все-таки сделала свое дело. Did you go to the party? No, I wasn't invited. Ты ходил на вечеринку? Нет, меня не приглашали, поэтому я и не ходила. How much money was stolen in the robbery? Сколько денег было украдено в процессе ограбления? Я репетитор подская постмаркетчер 197 и смогу вас научить английскому языку. У меня есть рекомендации, могу предоставить. Как это выглядит более детально? Может, вы знаете слово подкаст? Подкаст – это файлы типа «Голос Америки» и «Би-Би-Си». Это солидные издательства. Когда вы будете их прослушивать, не ленитесь, 3-4 раза прослушиваете файлик, и он вам заходит в голову. То есть у вас будут готовые штампы, штуры и как применять в разговоре. То, что вы пишете и переводите, как обычно в школах и в универах делается, это не то, потому что есть живой разговорный язык, и, скажем так, англичане говорят довольно быстро, они как будто скороговорки, они вот с полимота строчат без остановки, правда? Буквально заливают уши, не успеваете вообще сориентироваться. То есть я вам очень настойчиво рекомендую применять подкасты. Это учебные аудиоматериалы, чтобы натренировать слух. Не ищите оправданий в стиле «Мне медведь на ухо наступил» и так далее. Есть люди, которые знают 10-20 языков. Это слишком круто. Для вас надо выучить один язык, английский. Английский язык выучить реально. Почему? Потому что это язык простой сложности. Допустим, китайский, русский – это языки повышенной сложности. Мои условия обучения. Первый урок вообще бесплатно, чтобы вы оценили, какой я хороший преподаватель. Цена последующих 300 рублей. Причем еще раз, я очень хороший, белый, пушистый преподаватель. Потому что вы платите после урока. Для сравнения, все мои недобросовестные конкуренты думают, «О, человек хочет выучить английский, дай-ка я воспользуюсь этим условием». И предлагает вам пакет 10 занятий. Ну, минимум 300 рублей, то есть 3000 рублей в холостую. Если вы не использовали, то они сгорают. Я работаю честно, для меня важно мое имя. И чтобы люди хорошо знали и про меня говорили в сарафонном радио. То есть я очень хорошо, качественно и не сильно покушаюсь на ваши деньги. Добавьте в скайпе SmartTeacher197. Всего наилучшего и губай.